Дорогоценная церковь Дорогоценная церковь Неважно, где ты находишься, а присутствие Божье, оно такое же, такая же церковь живая, тот же Иисус, тот же Бог здесь, когда они прославляются. Сегодня я хочу прославить Господа. Я буду говорить о таких вещах, которые только прославляют Его славу. Не о себе, не о каких-то достижениях, а об Его славе. Мне сегодня 33 года будет, в этом году 25 августа. Вы знаете, я покаялся в 24 года, мне это был 2011 год, я покаялся, и Бог, Он спас меня так сверхъестественно, можно сказать. У меня появились знакомые, мне рассказывали, и мне просто заинтересовалось. Я не был наркоманом, я был спортсменом всегда, с 8 лет занимался спортом до 25 профессионально. И я не употреблял наркотики, алкоголь, сигареты, но мне просто стало интересно. Я захотел прийти, я пришел, и когда я вышел на первую ступеньку из церкви, я понял, что я больше не буду прежним. Бог меня сразу поменял. Я очень резко начал служить Богу сразу же, за следующей неделю или через неделю я начал служить Богу уже, помогать группе порядка. Неофициально я просто приносил колонки, что-то делал. Знаете, когда я это делал, у вас классное заведение, классное помещение, точнее, очень классное место, в котором мы были помещениями. У нас было человек 30, наверное, 40 тогда. И это помещение, оно не было классным. Это было там, где проводились свадьбы, внизу была баня, боулинг. И когда мы приходили туда, приходилось убирать там всякие вещи непристойные, которые я не могу назвать слух. И проветрить окна, потому что был очень сильный запах, вы понимаете, от чего. И я, у меня искренне в сердце, вот, я не знаю, как это слово, я не могу даже подобрать это слово. Вознена видел, наверное, это место. Вот вознена, я не понимал. У вас очень много тоже красивых храмов. Но знаете, в России очень много красивых православных храмов. Но в этих храмах большинство людей, к сожалению, не знает Господа. И когда я прихожу в свою церковь, и я знаю, что каждый рожден свыше. Каждый знает Иисуса, каждый молится на языках, каждый хочет прославить Его. И у нас нет своего здания. Мы собираемся непонятно где. Почему у людей, которые не знают Христа, у них огромные здания, а мы, ну, как бездомные. Нам здесь узнали, что протестантская церковь, все, аренда запрещена, ищем другое место. Через год другое место, через год другое место. И мы, как не знаю, как нерадивые какие-то, как на съемной квартире, кто тоже жил на съемной квартире, когда приходит хозяин и говорит, вынеси свои вещи, все, ты больше здесь не живешь. И тебе нужно искать другой дом. Вот то же самое. И внутри я так возревновал, что я не понимал, почему мы, истинные верующие, должны жить в съемном. Я хочу, чтобы у нас было свое здание, свое помещение, чтобы там прославлялся Иисус. Куда не будет стыдно привезти людей. Куда не будет, ну, где я могу проводить время столько, сколько я хочу, а не два часа, которые мы арендовали. И так сильно. Но знаете, в тот момент у меня не было денег, у меня не было ни квартиры, ни машины. Мой заработок составлял 200 долларов. Я буду ваших говорить цифр, чтобы вам было понятно, потому что в рублях, я думаю, что мало кто поймет, да, сколько. И у нас были такие заветы, как бы, да, неофициальные были. Стояла такая корзиночка маленькая, коричневая, такая, знаете, как переворачивается, я ее в туалетах еще видел. Такая, с крышечки такая, знаете. И вот она так стояла, вот такая вот сцена, и она стояла где-то вот здесь. И я смотрел, в нее ложили только с первого ряда, остальные никто не ложили. И я смотрел, я подошел, перевел, а там, знаете, написано, на храм и скотчем заклеено. И у меня, меня осенило, что если будет так, то мы так и будем жить. Что нужно возривновать. И я возривновал, я не мог много жертвовать, но я пообещал Богу, Господь, я буду жертвовать каждую неделю 40 гривней. 40 гривней, для кого большая цена? Кто сейчас не может пожертвовать в неделю 40 гривней? Я тоже так думал. Но когда только я принял завет, знаете, у меня получалось так, что я зарабатывал 200, но у меня кредитов было на 400. Из-за того, что я раньше зарабатывал нечестно, но когда я покаялся, мне пришлось зарабатывать честно. Но расходник мой остался, он все равно высоковат. И мне приходилось занимать, отдавать десятину и приносить, жертвовать. Знаете, я иногда даже шел пешком, чтобы сэкономить на маршрутке. 20, 40 гривней, чтобы сэкономить, чтобы пожертвовать. Я Богу сказал, даже если у меня не будет этих 40 гривней, я отрежу свою пуговицу. Либо отдам, что у меня есть, но я все равно посею. И я верю, что через это, Господь, Ты благословишь, и у нас будет свое здание. И знаете, я начал жертвовать, и в моей жизни начали проходить чудеса. Мой заработок, он начал расти. У меня начали появляться машины, квартиры, бизнесы. Знаете, ну пришло время, когда мы уже собрали денег, и надо было строить. И знаете, я вроде только начал зарабатывать, вот вроде только, вот только прям, вот знаете, как будто ты вот так вот в одном месте, понимаете, о чем я говорю, да? И ты вот только прям привстал, вот только начал дышать, вот такое состояние. И паста говорит, начинаем строить. И мы собираемся бизнесменами, и я был самый бедный бизнесмен из этих. Самый, я просто бомж, просто бомж. И знаете, мы сели, и все бизнесмены говорят, да рано еще строить, давайте начнем с репцента. Кто-то еще, приехал епископ Анатолий Гелиманов, он говорит, ребят, начинайте строить, не слушайте этих бизнесменов, прям при них. Начинайте строить. А из нас строители, они сидят, они строители. Я вообще пришел просто потому, что я как бы, ну вот, хожу в церковь, у меня есть желание. Да, типа бизнесмен, типа что-то понимая в стройке. Вообще в стройке ничего не понимаю. Вообще никогда ничего не строил, не знаю, что это такое, вообще даже в материалах не разбираюсь. И мы сидим, а они все отказываются. И паста говорит, а кто будет это делать? Я смотрю, все отказываются. Я руку раз, и я. И к концу этой бизнес-встречи, я понял, что один я согласился. Что остальные все отказались. И я потом пастору говорю, пастор, я не знаю как, но как бы, я готов, но я не знаю как. Но говорю, как мне строить, как мне делать все? Он говорит, не переживай, все будет нормально. Мы покупаем землю первый раз неудачно, второй раз неудачно, на третий раз покупаем нормально, удачно. Не буду рассказывать, очень много времени займет. Мы приезжаем, покупаем здание, начинаем выкапывать. У меня приходит мысль. Мы начинаем землю поднимать, там земля и грунт, а как он называется. Я начинаю делить, в общем, это и продавать, потому что нам это не нужно. Я разделил землю с углинок и продал. И нам этого денег хватило выкопать, потому что денег не было, нам хватило денег выкопать. Мы купили металл, наши деньги кончились. Наши деньги полностью кончились, мы не знали, что делать, но мы строили. Мы строили, появились заветы, начали жертвовать людям, мы начали строить, строить, строить. И знаете, что самое удивительное? Когда мне пришлось оставить бизнес, мне не Бог сказал, мне пастор подошел и сказал, надо делать, тебе нужно быть там. Я говорю, хорошо, у меня уже семья была, у меня уже было свое дело, которое надо развивать, потому что ты только вот прям только вылез. И знаете, так странно происходило, я очень мало проводил время на работе, но моя зарплата росла, она умножалась и умножалась без остановки. И так странно происходило в моей жизни, когда мы пришли, и Бог мне положил на сердце пожертвовать определенную очень большую сумму. Чтобы примерно понимать, это примерно два года мне надо было не есть, не пить, не спать, не ходить никуда, а откладывать и пожертвовать. И опять пастор говорит, вот у нас 40 дней, мы начинаем строить, оставь полностью бизнес и занимайся. Я говорю, хорошо, пастор, я поставил человека, который сейчас является действующим директором одного из моих бизнесов. И он начал делать, и знаете, я приезжал только туда, чтобы забрать деньги. Вот эти все 40 дней. И говорит, 40 дней, это был как бы пост у нас, и мы все, все церкви строили, строили, приезжали своими руками, делали, мы много чего сделали своими руками. И в первый же день поста Бог говорит, пришло твое время, пришло твое время. Я говорю, Господь, как? Я так же по-прежнему зарабатываю небольшие деньги, ну пускай там тысячу долларов я начал зарабатывать в среднем. Я говорю, как я пожертвую такую сумму, которую ты вложил в мое сердце? Он говорит, просто начинай это делать. И знаете, на 39-й день мы едем, и я еду с сестрой одной, и говорю, ее зовут Ганна. Я говорю, давай посчитаем, Ганн, сколько у меня получилось пожертвовать. А суммы были разные, 19 тысяч рублей, грубо говоря, 200-300 долларов. Еще там, и все было. И мы складываем, 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 и она такая поворачивается на меня с калькулятором и улыбается. И там ровно та сумма копейка в копейку, я не считал, я не подгадывал, ровно та сумма, которую я хотел пожертвовать. Откуда они взялись, я не знаю. Я вообще не понимаю, откуда мы набрали, за 40 дней мы набрали 100 тысяч долларов. Давайте воздадим Господу славу. Вы должны понять. 100, 120. Я думаю, что так же, как и здесь. И знаете, это не были богатые люди, миллионеры, долларовые миллионеры. У нас нет таких церквей. Нету таких. И как бы их и не было, они жертвовали все по 1000 рублей, это 400 гривен, да. Это такие суммы. И мы собрали. Знаете, были такие вещи, когда мы собирались, просто 50 человек обсуждали, что нам нужно на это, на это, на это. Из этих 50 человек никто не реагировал. Но через 20 минут заходила женщина и говорит, я хочу пожертвовать 10 тысяч долларов. Она вообще не слышала слова, она просто пришла на ночную молитву, и мы перед ночной молитвой за час собрались. И она просто приходит и говорит, я хочу пожертвовать, мне Бог вложил. А у нас не было денег. Мы вызывали машины работы, у нас не было денег платить за бетон. Мы вызывали, но деньги приходили сами по себе. Мы брали какую-то работу, и оно приходило, оно росло. И знаете, с того момента, с этих 40 гривен, моя зарплата, на данный момент она умножилась больше, чем 100 крат. Моя жертва умножилась больше, чем 100 крат. И Бог, Он так сверхъестественно все эти дни поменял. Но самый смысл в этом свидетельстве в чем? В 25 лет я не умел читать. Я читал по слогам. Я не учился в школе, я купил аттестат. Первая моя книга – это Библия. Чтобы мне читать одну главу, мне надо было 30 минут. И когда я ее дочитывал, я забывал, что было в начале. И было требовалось полтора года, чтобы прочитать Библию. Не потому, что я ленился читать, а потому, что мне было тяжело. Я читал каждый день, утром, в обед и вечером. Минимум по 30-40 минут. Минимум. Минимум я 2 часа утром и вечером проводил с Господом. Но мне было очень сложно читать. Только благодаря Библии я научился читать. Благодаря этому слову. Чтобы вы поняли, я тот человек, у которого нет сверхобразования, у меня нет воспитания. Бог просто взял и из ничего сделал так, что я сейчас самый богатый бизнесмен в нашей церкви. Я больше всех жертвую, больше всех зарабатываю. Это слава Ему. Не гордость моя, но слава Божия. Это Бог так сделал. И я верю, что Он будет еще делать. Просто нужно наше желание. Иногда мы ищем откровений каких-то сверхъестественных. Но все очень просто. Я понял две простых вещи. Это почтение и жертва. О жертве я вам рассказал. Есть еще почтение. Я не ходил в тайную комнату и молился Господь. Пастор, мне нужно подумать, я пойду помолюсь. Я понял, все очень просто. Иисус, когда пришел, Он сказал, не моя воля, но Твоя, Отец. Я понял, что моя жизнь, она лишь для того, чтобы выполнить волю Отца. Кто, скажите мне, как можно выполнить волю Отца? Через что Иисус, Господь Бог, дает церкви видение? Через кого? Есть дар пастора. Так исторически сложилось, что пастор Андрей, он ваш пастор. У меня пастор Иван. И я принимаю от него и просто в послушание двигаюсь. И Бог за это благословляет меня и мою семью, и мой дом. И все. Это написано в Евреям в 12 главе. Вас наказывали земные отцы, написано, да? Но более нужно почитать духов отцов. Отцов духов. Потому что это дает вам жизнь. Евреям 12, 7 глава, по-моему, если можно, откроется. Самое важное, это почтение. Как мы почитаем? Что мы можем вообще получить от Господа, если у нас нет почтения к нашему духовному Отцу? В нашей церкви я всегда молюсь за почтение, за уважение. Это очень важно, чтобы каждый из нас, он имел благословение от Господа, но без почтения это невозможно. Именно через это я знаю, что Бог меня благословляет. Я понял этот принцип, именно почтение. Не всегда мы должны получать откровение от Господа. Он уже написал в своем слове, он дал нам духовного наставника, который нас ведет. Если мы будем слушать, если мы будем открыты для Христа, то в вашу жизнь придет также благословение. Я думаю, что каждый из нас спросит, кто хочет из вас Х-100. Я думаю, вы все поднимите руку. Для чего? Не для того, что вам нужны деньги, а для того, чтобы служить тому народу, который Бог дает. Аминь. У вас предстоит стройка. Я просто призываю вас жертвовать. Я призываю каждого из вас участвовать. Потому что в нашей церкви те люди, которые ходили пешком, как я, или были автомобильные, они не ходят больше пешком и не приезжают на вазовских автомобилях. Они ездят на иномаках, на джипах. Они живут в собственных домах, квартирах. Бог каждого благословил. Я не знаю ни одного в нашей церкви, кто пожертвовал, и он был неблагословлен. Бог дает возможность. Знаете, это как в бизнесе. Мы очень часто с бизнесменами общаемся, так приходится. И знаете, разные движения постоянные. Есть здесь заработать, здесь есть заработать, здесь заработать. И ты когда садишься, считаешь с братьями. Раз, раз, и ты понимаешь, что это утопия. А другой считаешь, и ты понимаешь, что это возможность тебе стартануть. Вот стройка, строительство храма, это возможность тебе стартануть. Это возможность поменять свое внутреннее, не только финансово. Я сейчас не говорю вообще о деньгах, ребят. Я говорю о человеке, об изменении, что Бог меня кардинально поменял. Полностью вообще. Я просто не рассказываю вам все сферы. Но Бог кардинально поменял. Благодаря тому, что просто в моем сердце появилось желание строить. Появилось желание почитать и делать так, как мне говорят. Знаете, именно в этот момент, когда пастор меня попросил строить 40 дней, оставить бизнес на 40 дней, там еще больше. Я стал, именно в этот момент пошел рост. И с того момента он не падает никогда. То есть он вырос до определенного момента, и ниже этого предела он не падает. Конечно, в бизнесе есть подъемы, спады, да? Но он никогда не падает ниже этого. Никогда. И знаете, как-то странно, Пусть, нелогично. Бог, он нелогично действует. Тебе кажется, что так невозможно, что ты жертвуешь, у тебя меньше станет денег, а у тебя становится больше. Как так? Ты думаешь, что ты провел со своей семьей меньше времени, и в твоей семье появятся проблемы. В твоей семье, наоборот, приходит благословение, любовь, еще той, которую ты даже не переживал раньше. Отношения в церкви, отношения с пастором, это важные вещи. Я хочу, чтобы вы запомнили две вещи с моего откровения. Я не буду тратить много времени, я буду заканчивать. И вот две вещи, которые я бы хотел, чтобы вы приняли для себя. Это жертва, это завет с Господом. Господь, Он не смотрит на сумму, Он смотрит на то, как ты это делаешь. Сорок гривен, это вообще ничего, я вообще не знаю, как бы, ну... Ну, я вообще боюсь представить, что кто-то не мог это пожертвовать сейчас, да? Это страшно вообще. Но если в твоем сердце есть огонь, есть желание, ты принимаешь сейчас решение жертвовать, быть в заветах, участвовать в том, что говорит пастор. Твое сердце открыто, Бог будет изливать в тебя, чтобы ты смог посеять в Царство Божие. И второе, это почтение. Я получил для себя очень давно это. У меня есть несколько проповедей даже на тему почтения, отцовства, сыновства. Очень, очень, очень много, да? Потому что у меня с отцом были отношения очень серьезные. Отец стрелял из ружья, не из травматического пистолета, а из ружья в квартире. У меня батя был очень такой. Ну, как-нибудь это, да, в следующий раз расскажу. И вот это слово почтение для меня вообще, оно не... Ну, я не понимаю, как можно вообще... Я вообще, когда покаялся, я вообще не понимаю, как можно любить людей, которые не заслуживают этого. Для меня вообще почтение, как бы, кому-то, это не соответствовало моему характеру. Но Бог меня изменил. Он сказал, я поставил его, чтобы благословить тебя. И я получил для себя такое, что если я буду рядом с пастором, если я буду в видении в церкви, я никогда не приткнусь. Чего я больше всего боюсь? Отойти от Господа, перестать его слышать, обидеться, оскорбиться, или какие там еще есть слова, возгордиться, да? Я боюсь этого больше всего. И Бог мне сказал, боишься? Будь рядом с пастором. Я на него изливаю, написано, да, елей. И он течет до края одежды. Хочешь елей, хочешь присутствие Божие, хочешь развиваться сверхъестественно, будь рядом с помазанником, с тем даром, который тебе дали. Я не для того говорю, чтобы сейчас приводнести вашего пастора. Я говорю, чтобы твое сердце было в порядке, чтобы ты был благословлен, чтобы ты имел жизнь сверхъестественную, чтобы ты ходил в том, что Господь приготовил каждому из нас. Аминь. Я закончил. Спасибо. Спасибо.